УПЛ «Минай» не смог выиграть битву аутсайдеров, ЛНЗ разгромил «Аболонь». Черкасский ЛНЗ уверенно одолел киевскую «Аболонь», а закарпатский «Минай» разошелся миром с ровненским «Вересом» в 12-м туре украинской премьер-лиги, об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на результаты поединков. Украина, премьер-лига, 12-й тур, ЛНЗ «Аболонь» 3-0, Галы, Ковалев, 30, Шестаков, 56, Наумец, 89, Минай, Верес, 0-0, удаление, Шарай, 90-1, вторая желтая карточка, ЛНЗ в домашнем противостоянии с «Пивоварами» выглядели более убедительно со стартовых минут. Гол Черкащин на 30-й минуте стал логическим следствием преимущества. Помог стандарт, Бойко подал штрафной с левого фланга, Хобленко продлил на дальнюю штангу, а там Ковалев опередил Мороза, после перерыва подопечные Олега Дулуба забили еще дважды. В начале второй половины в борьбе Хобленко с «Османом» мяч отскочил к Шестакову. Тот с линии штрафной вложил сферу точно под левую штангу. А под занавес встречи тот же Хобленко с «Олейником» разогнали контратаку, на финише которой Наумец с рикошетом отправил мяч в сетку, на Закарпатии в первые полчаса инициативой владел, Верес. Равенчане упустили несколько возможностей забить. На восьмой минуте Кипер, Минайя, Бандура выиграл дуэль один на один с Шараем, переведя удар последнего в штангу. В последствии он парировал два удара соперников в течение одной атаки, а затем поймал выстрел Кучеренко со средней дистанции, дальше напомнили о себе в атаке Закарпатцы. Твердохлеб диагональным ударом встряхнул перекладину. С выстрелом Вишневского справился вратарь. А еще его один удар с линии ворот вынес защитник. Но постепенно пыл обеих команд погас и матч докатился до нулевой ничьей в пользу конкурентов в борьбе за выживание. Верес и Минай остались на последней и предпоследней ступенях турнирной таблицы соответственно. Равенчане набрали 7 очков, а Закарпатцы – всего 5 пунктов. ЛНЗ благодаря победе одержал 12 баллов и сравнялся с «Абаланью» над зоной вылета. К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов от УЕФА. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.